Евросоюз выделил дополнительные 3 миллиарда 700 миллионов евро на борьбу с миграцией. Деньги предоставит Европейский инвестиционный банк, так решили в Брюсселе. Как именно ЕС планирует решать проблему с миграцией, расскажет Елена Абрамович. Действовать нужно стратегически и устранять не последствия, а причины миграции, решили в Брюсселе. И позаботились о дополнительных миллиардах евро на так называемые внешние операции. Проекты в странах, откуда пребывает наибольшее количество беженцев. Деньги пойдут на кредитование малого и среднего бизнеса, а также помощь госсектору. Наряду с помощью третьим странам ЕС также ужесточает законы, которые регулируют миграцию. Пока на уровне отдельных стран. Нынешний флагман – Франция. Париж в ближайшие дни должен проголосовать за новые законы, которые в будущем могут стать моделью для всех европейских стран. Процедуры должны быть одинаковыми в разных европейских странах, иначе есть риск стать страной последней инстанции. Если завтра вы обнаружите 300-400 тысяч прибывших беженцев, вы не сможете их принять, и они осядут в неблагополучных районах. А предлагает Франция установить штраф – почти 4000 евро за незаконные пересечения границы или год тюрьмы. Сократить время на рассмотрение заявок на статус беженца и не разрешать подавать их повторно много раз. Предусмотрена и ускоренная процедура депортации. Этим законом французский президент Эммануэль Макрон фактически отбирает главный козырь у популистов и евроскептиков, но в то же время жертвует гуманитарными ценностями Европы, что уже вызвало протесты. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Европейское бюро телеканала Интер.